Спасибо за просмотр. Всем сухой мышечной массы и силы без травм. Физкульт привет, друзья и ученики. Еду с тренировки. Убил сегодня ноги. И отвечаю на очередной интересный присланный вами вопрос. Звучит он так. Какой должен быть шаг в повышении рабочих весов в жиме лежа? При работе в пирамиде. На самом деле здесь не важно при какой работе. И приводится к примеру на 60 кг, на 100 кг, на 150 кг. Каким должен быть шаг, когда вы хотите уже прогрессировать. Когда вы спрогрессировали и вам нужно повысить рабочий вес. Друзья, на самом деле многие сильно заблуждаются. Думая, что с тем, как вы становитесь тренированнее, тренирование, ваши восстановительные способности увеличиваются. На самом деле это не так. Ресурсы нашего организма никоим образом не меняются. Естественно, кто-то скажет, что организм учится больше запасаться энергией, гликогеном, в мышцах, в печени. Возможно, так и есть. Но на самом деле расходы и нагрузки разные. Согласитесь, жмете вы 100 или 150 кг. Это большая разница. Хорошая передача, кстати, была, не знаю, сейчас есть. Так вот, на самом деле, когда вы только-только начинаете тренироваться, бывает такое у многих, что могут добавлять первый год чуть ли не по 10 кг с каждой стороны. Ну, обычно все добавляют по 5. То есть 10 кг. Но запомните такое правило. Чем меньше вы будете добавлять на штангу, тем дольше и качественнее будет ваш прогресс. Напомню вам, что вы можете приобрести две мои книги отдельно для мужчин, отдельно для девушек, о всех тонкостях тренинга, питания и восстановления. Обязательно, если хотите разбираться во всем этом, напишите мне в личку, и я отвечу вам, как вы можете это сделать. Особенно, друзья, если вы являетесь тренером-инструктором, вы просто обязаны изучить эту литературу. Соглашаться с ней, не соглашаться, это будет уже ваше личное дело. Но если вы взяли на себя ответственность, смелость тренировать людей, вы просто обязаны изучить эти книги. В идеале, если вы сделаете блины, блинчики точнее, если их в зале у вас нет, по 200-250 грамм. И будете добавлять по полкилограмма на вашей тренировке. В принципе, большинство сможет это делать практически на каждой тренировке. Что такое 200 грамм, да, 250 грамм? А если вы сделаете блины, сможете еще по 100 грамм, чтобы добавлять реально по 200 грамм. Вот что такое 200 грамм? Я сейчас говорю и сам тоже думаю, да это же вообще ничего. Точно так же ваш мозг будет на это реагировать. А если вы не в курсе, то для мозга на самом деле не важно, реальность это или выместил. Для него это все серьезно. Ко всему он относится серьезно. Но мы-то с вами будем воздействовать на наш мозг таким способом, таким образом, что мы ничего не добавили. Но согласитесь, для большинства 200 грамм это вообще ни о чем. И понимаете, да, дальше развитие событий? При таком подходе вы можете на каждой вашей тренировке, и не только в жиме лежа, добавлять по 200 грамм. Мозг не будет это воспринимать как дополнительную нагрузку. И посчитайте, посчитайте, сколько за полгода, за год вы прибавите в силовых показателях. Причем и работая на силу, и работая на гипертрофию. Работая в диапазоне от 3 до 5 повторений, и работая в диапазоне от 8 до 12 до верха тела, и от 12 до 15 на ноги, когда мы говорим о гипертрофии. Это идеальный вариант, друзья. Это идеальный лайфхак. Вообще лучше не придумать. Поэтому бегом делать себе такие блины. Чем меньше, повторяю, будет вес, тем качественнее вы будете добавлять силу. Соответственно, и массу. Но не забываем, друзья, о необходимости питаться. Не забываем о необходимости спать, восстанавливаться. Если конкретно говорить о пирамиде, и люди думают, и конкретно задается вопрос о том, как подойти к рабочему весу, то тогда на это я уже давно делал видео и не одно, и статью. Чтобы ваша разминка была разминкой и плавно подойти к рабочему весу, не уставшим, не переутомившимся уже, чтобы показать по максимуму того, на что вы способны. Все очень просто, и не важно, с каким весом вы работаете. Нужно поступать следующим образом. К примеру, ваш рабочий вес 100 килограмм. И не важно, о чем мы сейчас говорим, о подходе на силу или о подходе на массу. Но когда речь идет 5 по 5, то, естественно, грамотный человек так работает только на силу, на увеличение силовых показателей. Поэтому, в идеале, берете 50% от рабочего веса дня. А мы с вами уже сказали, да, что рабочий вес дня, к примеру, 100 килограмм. Для простоты подсчетов. 50% это 50 килограмм. И делаете 5-7 повторений. Затем, добавляете вес на штангу, чтобы он составлял 75% от рабочего веса дня. Опять-таки, от 100 килограмм это будет 75 килограмм. Выполняете 3 подконтрольных повторения. И заключительный, разминочный подход на 90% от вашего рабочего веса дня. А это 100 килограмм. И выполняете одно, максимум 2 повторения. Вы максимально грамотно подойдете к рабочему подходу. Подготовив и мышцы, и связки. И вашу психику, что самое главное. Следующее, на что я хочу обратить ваше внимание. 5 по 5 отличная схема работы. Но не забывайте, что никакой работы в отказ. Никакой работы в отказ. Если вы делаете все 5 повторений, извините, подходов в отказ. Ну, вы обманываете себя, значит, вы не умеете вообще работать в отказ. Тот, кто может сделать 5 рабочих подходов с одним и тем же весом, каждый в отказ, просто себя обманывал в первых 4 как минимум. А скорее всего и в пятом. Но самое главное, что этого не нужно ни в коем случае делать. Потому что отказ убивает силу. Кто бы что ни говорил. Отказ так воздействует на психику, что и штангисты, и пауэрлифтеры знают это. Они никогда не делают проходок максимальных к соревнованиям. Грамотные атлеты подготавливают себя плавно на средних весах, чтобы максимально показать возможную силу непосредственно на соревновании. Для грамотного атлета проходка это соревнование. Все остальное строится исключительно под этот день. Но мы почему-то бодибилдеры считаем, что мы какая-то такая отдельная каста людей, тренирующихся по какой-то такой универсальной для каждого программы. Все мы такие индивидуалы. Это такая чушь и миф признаны только для одного. Для того, чтобы выколачивать из нас с вами деньги. Как выколачивать? Через индивидуальные тренировки. Ведь мы все с вами индивидуальные, и каждому нужен индивидуальный подход. Это чушь и бред. Запомните, вы знаете, у меня были залы и в России, и в Америке есть сейчас. И я вам скажу, что основной доход клубу, это не ваша членская карточка. Это фигня. Основной доход это персональные тренировки. Персональные тренировки делают 70% минимум дохода фитнес-клуба. А теперь, если у вас есть мозги, раскрутите всю эту систему самостоятельно дальше. Это все так же, как с пенсионным фондом. Государству любому выгодно, чтобы вы, отработав как раб, померли, желательно до того, как наступит ваш пенсионный возраст. Ну что, друзья, не будем о печальном. Грамотно тренируйтесь. Я вам сказал, показал, дал инструмент. И только от вас уже зависит, насколько качественно вы сможете им воспользоваться. Ставьте лайк, если вам понравилось данное видео. Не забывайте, друзья, делиться моими статьями и видеороликами в своих соцсетях. Это лучшая благодарность для меня. Если вы считаете, что я делаю полезную работу, обязательно ставьте лайк. Либо дизлайк, если не понравилось. Пишите, с чем вы не согласны. У кого есть опыт работы в таком режиме, который я описал, обязательно поделитесь в комментариях. А я вам расскажу напоследок отличный пример из моей жизни. Когда я учился в университете на факультете физической культуры и спорта, со мной учился парень, который мечтал очень много сжать лежа. И вот он первый, кто сделал и кого я видел наглядно на практике такие блины. За два года он жал 195 килограмм на раз. Без какой-либо фармакологии, друзья. Это то, что я лично видел сам. Наблюдал весь этот процесс. Без фармакологии, постепенно, в течение двух лет, шаг за шагом, человек набавлял на каждой тренировке по 200 грамм. И в натураху пожал 195 килограмм. А вы знаете, что основная масса людей даже на фармакологии не может столько сжать. К сожалению. Люди не понимают, как нужно правильно грамотно тренироваться. Вот в чем основная проблема. Вот почему, когда люди говорят, что нужно тренироваться в отказ, я не могу молчать. Делитесь данным роликом в своих соцсетях. Это лучшая благодарность для меня и для канала. Ставьте палец вверх, если вам понравилось. Если не понравилось, пишите, что вам не понравилось и смело ставьте дизлайк. Отдельная просьба, кто уже опробовал на себе в молодости или сейчас проходит эту методику, расскажите, поделитесь в комментариях с вашими достижениями, вашими результатами, ощущениями. Я уверен, что подписчикам и всем, кто смотрит данный ролик, это будет очень и очень интересно. Ну что, друзья, не буду вас больше грузить разной информацией. Не забывайте, что вы можете присылать свои вопросы в комментарии. И я обязательно на все вопросы отвечаю. Вы это видели. А на некоторые, как вот на данный, даже снимаю видеоролики. Спасибо за просмотр. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм.